Кто же такие плохие парни? Что их держит вместе на самом деле? Почему они решили собраться вместе? Кто первым вступил в данный союз? И каковы были первые причины того, что все они держались вместе? И каковы причины теперь? С вами Электра, и сегодня мы разберемся, кто же такие плохие парни на самом деле. И цель того, что они держатся компанией. Все мы знаем стандартный состав Bad Guys. Точнее, оригинальный состав. Nightmare, Error, Horror, Dust, Killer и Пришедший Кросс. Так что же, а где все остальные, спросите вы меня? Дело в том, что остальные, такие как Underfell, Swapfell, Сансы, они являются нейтральными персонажами. И во всем этом составе играли роль только пару раз. И то, они были дополнительной раб-силой, которую заставил работать Эрор. Так что, это не считается. Оригинальный состав все мы прекрасно знаем. Но что же держит наш оригинальный состав вместе? Начнем разбор с самых первых причин. И с самого первого вступившего. Первым, кто вступил в Bad Guys, был, естественно, Найтмар, который его основал. Но все же, это хоррор. Дело в том, что в поисках соратников Найтмар набрел как раз таки сначала на Хоррор Тейл. И так как в Хоррор Тейл все было достаточно плачевно, Хоррор согласился без колебаний помогать Найтмару. В целях помочь своей вселенной. Он даже не сопротивлялся. Вторым, да и по сложности, кстати, тоже был киллер. Киллер наотрез отказывался вступать. Ему нужно было веселье и что-либо делать. Так как ему становилось с каждым днем все более скучно. Но, услышав планы Найтмара, он согласился, потому что это звучало весело. Значит, киллеру нужно было веселье. Даст. Даст вообще вступать не планировал. Однако, когда он вступил, он сразу же заявил свои права на правую руку Найтмара. И с этим особо никто спорить не захотел. Потому что бьется, даст достаточно больно. Так, в чем же причина того, что даст вступил? Все очень банально. Он проиграл Найтмару. И в знак того, что он проиграл, он присоединялся. Эррор. Да, у Эррора была своя причина. Он хотел присматривать, чтобы ребята не лезли туда, куда не надо лезть. Кросс. Думаю, причину, почему Кросс находится в Бэтгайз, все прекрасно знают. А кто не знает, быстро смотреть Андервёрс. Ивент Икс пишите в поисковике и смотрите, как он там оказался. Что же, мы разобрались с причинами, которые были во время вступления. А что же держит народ сейчас вместе? Ответа на этот вопрос сперва не было и не было. И все начали считать, что эти причины будут держать их вместе постоянно. Но нет. Как вы знаете, если долго с кем-то сотрудничать, хочешь того или не хочешь, начинаешь его узнавать. Так случилось и в нашем случае. И из просто коллеги в одной бочке, наши ребята превратились в лучшие друзья, а дальше в настоящую семью. Верно, Бэтгайз по факту семья. Эррор у нас. Дедушка, который присматривает, чтобы никто никуда не лез. Найтмарь мамочка, которая дает по голове, если дети не делают то, что им говорят. А все остальные, ну вы поняли. Даст у нас старший. Затем идет хоррор. Потом идет киллер. И только потом кросс. Почему второй хоррор? Левая рука Найтмара же киллер. Нет, левая рука Найтмара это как раз таки хоррор. Он более ответственный, чем киллер. Если вы не знали. И у хоррора не только еда на уме. Так, мы разобрались с этим. В принципе, вот такая у нас семейка получается. А какой же разбор на роли? Что они делают? Ну вот правая, левая рука. А что конкретно они делают? Начнем с того, что Найтмарь распределил всех на четкие роли. Потому что Найтмарь это мозговой центр всей этой кампании. Итак, Найтмарь мозговой центр. Эррор. Это гарантия защиты от инка. Который будет Риана всем мешать. Хоррор это защита. Защита хоррора одна из самых лучших в мультивселенной, если вы не знаете. Даст это дальний бой. Поскольку в ближнем бою он не так эффективен. А его гастербластеры и кости, которые бьют на достаточно дальнюю дистанцию, будут более эффективны, чем он в ближнем бою. Хотя у него есть нож, но так как киллер, он все равно не может им орудовать. Что касается киллера, то киллер это разведка. Ну и в редких случаях ближний бой, если ему это скажут. Ближний бой у нас как раз таки на кроссе. Что ж, с ролями мы разобрались. Даст дальний бой. Эррор защита от инка. Хоррор вообще защита. Кросс ближний бой. Киллер разведка. И Найтмор мозговой центр. Собственно, а какие сейчас причины вместе держаться? Вот ты сказал, что они семья. Что за бред? Они очень хорошо сдружились. По факту все они в одном тазу. Они остались за бортом хорошей концовки. И чтобы об этом никто не забыл, Риана о себе напоминает. Найтмор держит под контролем вообще достаточно крупную часть мультивселенной. Ну и ему это, можно сказать, жизненно необходимы негативные эмоции. Так что мотивация Найтмора держать эти вселенные в своей железной руке, в принципе, нам близка и понятна. Что же все остальные? Даст и Киллер стали одними из первых, кто очень хорошо сдружились. Просто из-за того, что они часто били друг другу морду. Наверное, это и стало катализатором их дружбы. Не знаю. Но через эти бои они поняли друг друга. И теперь невозможно представить Даста без компании Киллера. А что же хоррор? Он что, не с ними? Хоррор с ними. Хоррор это та подушка, к которой эти двое, если что, могут прийти и поплакаться. Да, у них бывают плохие дни. И даже удастся есть привычка себя порезать. Да, и что там, Киллера тоже. И хоррор это тот, кто им и раны залатает, и шутку расскажет, и вообще настроение подымет. Вот какова роль хоррора. Он местный антистресс. По крайней мере, он хорошо их понимает и знает, какие слова нужно использовать, чтобы вернуть их в нормальное состояние. Тот же ответ на вопрос, почему не подойдет Голубика. Голубика... Его часто приписывают то, что он очень хорошо общается с Бэтгайз. Но на самом деле это не так. Поскольку Голубика, по большей части, Андерсвап идет на хорошей концовке. И достаточно редко там происходит что-то действительно плохое. Поэтому Даст, скорее всего, откажется понимать данную вселенную. Ссылаясь на то, что Блу его просто не понимает. А хоррор понимает отлично. Собственно, как и Киллер. Киллер тоже его понимает отлично. Кросса они приняли в компанию. Сперва со Скрипом, но потом... Он тоже втянулся в местное веселье. И даже с Дастом они вместе давали Лиле Киллеру. Эрор сперва не хотел никому из них привязываться. Но в итоге уже не может представить своего времяпрепровождения на выходных без этих шумных ребят. Да и не сказать, что ему это не нравится. Наоборот, он чувствует себя гораздо лучше, чем когда он сидит в пустоте в одиночестве. Найтмар Рьяна отнекивается, что ему это все неинтересно и вообще, что они все идиоты. Но он разрешил им называть себя Найтмаром, а не боссом. А это уже значит, что они для него что-то дозначат. К тому же он лечит своих подчиненных. И не просто потому, что боится потерять боевую единицу. Но и потому, что они действительно стали для него близкими. Эти ребята нашли друг с другом общий язык. И у них есть одна общая цель. Они не дадут друг другу в обиду. Сколько бы ты ни старался. Так что захват мультивселенной отошел как-то на второй план. Ведь теперь они по-настоящему счастливы. Да, они кроют друг друга матом. Устраивают драки, потасовки, пьянки. Но Эдли это вполне нормальная компания. Вполне нормальная шумная семья и шумные соседи, думаю, есть у каждого. И знаете, узнав такие тонкости бэдгайз, сложно действительно назвать их плохими. Ведь они просто незаслуженно обиженные сансы, которые остались без чего-то хорошего. И сейчас уцепились друг за друга, потому что они делают жизнь друг друга гораздо легче. Надеюсь, сегодня вы узнали немного больше о плохих парнях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!